МОИСЕЯ Шалом! Какое отношение к закону Моисея ожидается от верующих в Мессию Ешуа, то есть в Иисуса Христа? Писание учит, что соблюдение заповедей Тары само по себе не дает человеку прощения грехов или жизнь вечную, потому что жизнь вечная это дар, который мы принимаем от Бога. Мы не зарабатываем его, мы принимаем его именно как дар, исключительно по вере. То есть по вере в Божью доброту, а не в награду за наши собственные усилия. И следующий вопрос, который возникает здесь, такой, если соблюдение заповедей Тары не дает человеку жизни вечной, а потому не обязательно, может быть оно хотя бы желательно? В конце концов, вот вы, мессианские евреи, утверждаете, что еврей, верующий в Ешуа, должен оставаться евреем. Должен. Должен оставаться евреем. Так вы говорите, так не противоречите ли вы сами себе, дорогие друзья? Можно сказать, дескать, поедая свою мацу на Песах, да? Вы же говорите, что вы не спасаетесь этим от ваших грехов. Но попробуй вам скажи, что есть вам на Песах мацу не обязательно, что можно просто сделать сэндвич с хлебушком, с обычным, в пасхальные дни. Вы же меня заново, заживо съедите, как еретика, вместе с вашим отцой. В прошлый раз мы договорились чуток повременить с мессианскими евреями. И начали говорить об отношении к Таре неевреев, верующих в Ешуа. И остановились мы в предыдущей программе на том, что постановил по этому поводу Иерусалимский апостольский собор, описанный в 15 главе книги Деяний апостолов. И там тоже все оказалось не так просто. Апостолы, рассматрившие вопрос о том, на каких условиях принять в общении неевреев, уверовавших в Бога Израиля и в его сына Мессию Ишуа, дали им всего четыре указания. Воздерживаться от разврата, от пищи, принесенной в жертву языческим богам, от крови и от мяса задушенных животных. То есть, одна заповедь морального характера и три, касающиеся пищи. Вроде бы все коротко и ясно, да не совсем. Во-первых, почему, если уж мы начали говорить о морали, то коснулись только половой морали? Блудить, значит, нельзя, а воровать и хамить родителям можно? Или вообще хамить можно? Во-вторых, почему мясо, которое люди, верующие в Ишуа, употребляют в пищу, должно быть, как говорят мусульмане, халальным? Причем строго халальным. То есть, животное не может быть задушено, а должно быть убито по всем правилам ритуальной чистоты. Почему нельзя есть кровь? Получается, что стейк, чуть-чуть недожаренный, с кровью, это не для нас, если мы пришли в ресторан. И вообще, как же со всем этим согласуются слова апостола Павла о том, что нет ничего нечистого, поэтому можно есть все, лишь бы пища не становилась камнем преткновения для немощного в вере брата или сестры. Сегодня мы попытаемся ответить на эти вопросы. Прежде всего, давайте уточним, что значит можно или нельзя. Обычно мы вообще на эту тему не думаем. Можно, можно, нельзя, нельзя. А что это значит в нашей ситуации? Мы говорим сейчас не о юридической стороне вопроса. То есть, не о том, что нам позволяют законы шариата или тары, а что они запрещают. Другими словами, за что нам влетит по полной программе от религиозного суда, и от религиозной полиции, а что сойдет с рук. У нас другой подход к этому вопросу. Мы спрашиваем о том, что совместимо с жизнью веры в Мессию Иешуа. Что совместимо с жизнью в Духе Святом, а что несовместимо с этой жизнью. И вот тут оказывается при чтении Писания, особенно при чтении Нового Завета, который очень ясно, явным образом говорит об этой жизни, что действительно есть вещи несовместимые с этой жизнью. Например, апостол Йоханан, то есть Иоанн, пишет в своем послании первым такие слова. Иначе говоря, вы не можете быть верующим и при этом носить в себе ненависть. Ненависть. Почему? А потому что если не расстаться с ненавистью, то в один прекрасный день Бог сойдет с небес и ударит вас кувалдой по голове. Так? Нет, конечно, не так. Не сойдет Бог с небес. И не поэтому нужно расстаться с ненавистью. А потому что ненависть органически несовместима с той жизнью, которую Бог вложил в ваше и в мое сердце. Суть этой жизни это любовь к нему и любовь ко всем людям. Ко всем, а не только к хорошим, так называемым хорошим людям. Или хотя бы к тем, кто хорош ко мне, кто добр ко мне. И вот именно по этой причине рано или поздно всем нам с вами, как евреям, так и неевреям, придется выбирать. Либо иметь жизнь вечную и всех любить. Либо хранить в сердце ненависть, давать себе право ненавидеть. И в конце концов, очевидно, лишиться жизни вечной. Отстаивая свое право на ненависть. Точно так же апостол Павел Он-Жираф Шауль пишет, что невозможно быть верующим и при этом вести порочный образ жизни. Например, вот что он говорит в послании к галатийской общине, состоявшей из неевреев. «Дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, раздражительность, распри, расколы, зависть, попойки, оргии и т.п. Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследие в царстве Бога». Здесь нужно обратить внимание на две вещи. Во-первых, выражение «не будет иметь наследие в царстве Бога» в контексте просто означает «не войдет в царство Бога». Я имею в виду в контексте всего Нового Завета, в контексте всего Писания. Другими словами, люди не готовые расстаться, принципиально не готовые расстаться с теми вещами, которые здесь перечисляет Шауль, они расстанутся с жизнью вечной. Во-вторых, обратите внимание на его аргумент. Он говорит, что все эти вещи противоречат Таре, и поэтому нам нужно верующим, то есть вам, не евреям, а верующим в Иешуа, нужно с ними расстаться. Нет. Это нет его аргумента. А в чем же тогда тут проблема? А проблема в том, говорит он, что поведение, которое состоит из таких вещей, в котором присутствуют все вот эти неприятные моменты, это поведение, это называется дела плотской природы, то есть они проистекают из греховной человеческой природы, а не из Святого Духа. Понятно, что эти вещи противоречат Таре. Об этом это не вопрос. Конечно же, они противоречат Таре. Но в данном случае это не аргумент Павла. Он сейчас обращается к неевреям. И аргумент именно тот, что эти вещи несовместимы, в принципе, с жизнью в Духе Святом. И похожая логика у него и в других случаях. Послушайте, например, что он пишет в 4 главе послания к Ефесянам в 25 стихе. Откажитесь от лжи и говорите каждой своему ближнему правду. Кузнецова здесь вот эту фразу, последнюю часть этой фразы, говорите каждой своему ближнему правду, ставит в кавычки. Почему? Потому что она цитирует книгу Захарии. В книге пророка Захарии сказано так. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Захария, конечно же, соглашается здесь с Тарой. Он просто напоминает ее заповеди, как, собственно, и все остальные пророки. Это львиная доля их работы. Напоминает заповеди Тары. Народу, который отступает от этих заповедей. И Павел тоже соглашается здесь и с Захарией, и с Тарой, цитируя Захарию. Но как он обосновывает свое наставление? Обратите на это внимание. Почему нам нужно отказаться от лжи и говорить друг другу истину? Потому что так написано в Таре. Да, в Таре так действительно написано. Но Павел здесь предлагает другую мотивацию. Прочитаем весь стих до конца. Откажитесь от лжи и говорите каждой своему ближнему правду. Ведь все мы части одного тела. Вот в чем причина. Мы члены одного и того же тела. Говоря ложь ради того, чтобы выговорить что-то себе, я делаю очень большую глупость. Я не просто нарушаю заповедь, но я делаю просто огромную глупость. Почему? Потому что тот, кому я лгу, он мой брат в Мессии. Это означает, что мы с ним части чего-то единого, некого единого целого, которое называется в Новом Завете тело Мессии. И поэтому, если я обманываю брата или сестру в Мессии, я наношу вред не только ему или ей. Я наношу вред всему телу, которому я же сам и принадлежу. То есть, фактически, я врежу самому себе. Вот почему это огромная глупость. И вот почему этого делать ни в коем случае не нужно. Конечно же, это не означает, что в своих посланиях к нееврейским общинам Павел вообще никогда не ссылается на Тару. Очень важно при этом увидеть, впрочем, как он это делает. Он ни разу не говорит, вы должны поступать так-то или не делать того-то и того-то, потому что так написано в Таре. Потому что так повелевает Тара или так Тара запрещает поступать. Еще один пример. Опять-таки, из послания к Ефесянам из 6 главы. В первых двух стихах он там напишет так. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего, синодальный перевод, требует справедливость. Почитая отца твоего и мать, это первая заповедь, с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. В греческом, кстати, написано, потому что это правильно. Не сего требует справедливость, но это близко. Потому что это правильно. Почтение к родителям. Это заповедь? Да, это заповедь. И Павел даже это признает, что это первая заповедь, которая содержит в себе обетование. Но основной его аргумент не в том, что это заповедь, а в том, что так поступать правильно. Это просто правильно быть почтительным по отношению к родителям. Вот как он рассуждает. И в послании к Колоссянам на ту же самую тему он пишет так. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Почему послушны будьте? Ибо это благоугодно Господу. И вот этот момент очень важно нам с вами понять. Всем, евреям и неевреям. Тара указывает нам волю Божью. И поэтому Павел время от времени ссылается на нее. Однако мы живем в первую очередь не с Тарой, а с Мессией Иешуа. Тара авторитетна. Она дана Богом. Но она не диктует нам каждый наш шаг. Мы живем не с книгой. Мы живем с личностью. С Мессией Иешуа в Духе Святом, который ведет нас. Как об этом говорит Новый Завет. Все вводимые Духом Божьим. Сыны Божьи. И мы хотим прожить каждый наш день, не отметив галочкой 3 пункта, 5 пунктов, 13 пунктов или 613 пунктов, обозначенных в той или иной книге. Нет. Мы хотим прожить сегодняшний день, угождая нашему Господу, перед которым, с которым и в котором мы живем. Это совсем не значит, что Святой Дух будет каждый день мне лично на ухо нашептывать все то, что Он уже однажды сказал нам всем через авторов Писания. В том числе и через автора Тары. Нам нужно читать Писание, вне всяких сомнений. Но мы читаем его не так, как матерый уголовник читает Уголовный Кодекс. Нами движет не страх получить наказание и нежелание избежать наказания, при этом все-таки сделав то, что мы на самом деле хотим очень сделать. Конечно же мы имеем страх Божий. Мы отлично понимаем, что, как написано в послании к евреям, страшно впасть в руки Бога Живого. Но это не главная наша движущая сила, это не главная наша мотивация. Главная наша мотивация, она в том, что мы любим Бога, потому что Он показал нам, как сильно Он любит нас. И поскольку мы любим Его, мы хотим угождать Ему, а не просто отмечать галочками некие пункты для того, чтобы успокаивать самих себя. В Новом Завете мы имеем для этого не только Тару, мы имеем также для этого Святого Духа, который формирует в нас характер Мессии Ишу. И говоря о Таре, нужно еще добавить вот что. Хотя Тара была дана изначально еврейскому народу, в ней есть некоторые универсальные принципы или законы, относящиеся ко всем людям. Мы находим их прежде всего в 18 главе книги Левит, где в том числе написано следующее. Не оскверняйте себя ничем этим. Этим это те законы, те заповеди, которые даны выше в предыдущих стихах главы. Ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконии ее, и свергнулась с себя земля живущих на ней. Ничем этим это различные сексуальные грехи, прежде всего, и извращения, перечисленные ранее в этой главе. И жители Ханана, как здесь мы с вами прочитали, были изгнаны из своей земли именно за эти преступления. И то же самое, кстати, мы видим в книге пророка Амоса. В то время как Израиль наказывает Богом за нарушение законов Тары, языческие народы, на которые Амос также произносит суд, наказываются за другие вещи. Не за нарушение Тары, но там тоже есть у Бога претензии к Нему. Он наказывает их, например, за брата убийства, за несоблюдение союзного договора, то есть за грехи в человеческих отношениях. Итак, в то время как получить жизнь вечную можно только одним способом, приняв ее верой, как дар Божьей благодати Мессии Ишо, лишиться ее можно множеством разных способов, не только живя развратно. Но, конечно же, все эти различные способы по сути своей являются проявлениями одной и той же реалии греховной человеческой природы. И благодать которой мы рождаемся свыше, не только прощает нам наши грехи, но также учит следовать Духу, а не старым привычкам и старой греховной природе. Живя по Духу, мы не нарушаем универсальных заповедей Тары, потому что любовь, являющаяся основным плодом Духа, и есть главная ее заповедь. У нас остался один вопрос по апостольскому собору. Почему неевреям, верующим в Ишуа, было рекомендовано воздерживаться не только от разврата, но это употребление в пищу различных вещей, запрещенных Тарой? Не расходится ли это с учением Павла о том, что в вопросе о пище у верующих есть полная свобода? Мы обсудим этот вопрос в следующей нашей программе. Спасибо. Шалом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!